Раздайся, Карагот! Золотое колесо! Конкурсы, концерты, мастер-классы, международная конференция и это еще не все. Три дня семейские буретти будут отмечать великую дату. Депутат народного хурала Анатолий Кушнарев себя считает стопроцентным старовером. По его словам, за последние 50 лет старообрядцы стали все чаще переселяться в Улан-Удэ. Если мы этот поток миграции не остановим, то мы можем потерять все. Поэтому задача стоит не только поднять дух семейских, но и показать перспективы развития экономики и, соответственно, параллельно с этим культуры, традиции, сохранение традиций, культуры и прочего. У нас сейчас очень остро стоит вопрос воспитания подрастающего поколения в духе традиций старообрядчества. Так как старообрядчество у нас всегда было духовно-нравственно крепким, поэтому у нас сейчас необходимо подготовить учебно-методические комплекты, чтобы в школах, в местах компактного проживания семейских преподавалась история и культура семейских. Еще в далеком 1765 году при правлении Екатерины II в нашу республику были сосланы первые старообрядцы, а именно в Тарбогатайскую волость. Именно там и пройдет третий завершающий день празднования. Праздник называется «Золотое колесо», подразумевая под собой солнце и круговорот года. И поэтому весь праздник построен на этом. Гостей вначале встретят на улице, где будут предложены различные тематические выставки сельских поселений. Как живут, чем живут старообрядцы и почему они живут на территории Бурятии, не уехали до сей поры. Так, 7 августа в Улан-Удэ пройдет международная научно-практическая конференция и этнофорум «Всестарообрядческий съезд». Затем 8 августа в этнографическом музее весь день будет проходить фестиваль «Раздайся Карагод». Жители и гости Бурятии смогут поучаствовать в семейской ярмарке, мастер-классах под качество и росписи по дереву, а также отведать кухню староверов. И, наконец, 9 числа в «Селитр-Богатай» состоится фестиваль-конкурс песни, танцев, старообрядческого костюма и праздник «Золотое колесо». Наталья Домбаева, Вячеслав Батоев, Первая альтернативная.